Рядом со входом на киностудию «Атлас» внушительные статуи египетских фараонов. Это чтобы голливудские продюсеры не сомневались. Местные строители и пирамиды за пару месяцев сложат, если режиссер захочет. Когда здесь снимали фильм «Астерикс и Абеликс», там стояли статуи Клеопатра и Цезаря. А недавно для одной английской студии мы поменяли их на статуи Рамзеса. Теперь это дворец фараона. Большое кино пришло в Марокко в 98-м вместе со съемочной группой «Гладиатора». Это рынок рабов. Сюда главный герой попадает в начале фильма. А арену по сценарию «Школа гладиаторов» они построили в местечке Айдбенхаду. Это в 20 километрах отсюда. В массовке местные 2000 человек. Теперь в берберских поселках только и ждут новых съемок. За день заработаешь больше, чем на рынке за месяц. Голливуд, наоборот, в Марокко экономит деньги. Хотя на студии, уверены, режиссеры едут за другим. У нас тут естественный свет. Естественный свет? Да, обычный солнечный свет. Посмотрите на мое лицо. Такого больше нигде нет. Если вы хотите снимать хорошее кино, вам нужно качественное освещение. Здесь снимали серьезные исторические картины и комедии для детей. Самым значимым для студии проектом стало «Царство небесное», того же Ридли Скотта. Он так и сказал, «Ярусалим мы построим здесь». Мы строили его, наверное, месяца четыре. Там было столько рабочих, я даже сосчитать не смог. А сколько денег они потратили на это? Последнюю битву в фильме тоже здесь снимали. Помню, для съемок мы еще строили такие большие катапульты. Говорят, Ридли Скотт наотрез отказался снимать свое «Царство небесное» где-либо в другом месте. Настолько ему понравился марокканский пейзаж. Якобы ландшафт в районе Иерусалима очень похож на здешний. Кажущиеся огромными в фильме, на самом деле крепостные стены города Иерусалим не такие уж и большие. И сделаны они вовсе не из камня, а из дерева. Дерево и гипс. Самый распространенный материал на съемочной площадке. В этом городке даже стены нарисованы. Удивленным туристам объясняют просто. Это кинематограф. Марокканский кинематограф миру почти неизвестен, но в России его знает и ценит. 15 лет назад Андрей Подашьян в пятичасовом эпосе «Битва трех королей» сыграл Ахмеда Аль-Мансура. В финале он становится султаном. Ночная сцена. Огромная массовка с факелами. И они все кричат там что-то такое. Я не помню сейчас точно. Ахмед, сын Мохаммеда Эшейха Эль-Махди. Сына Мохаммеда Эль-Каим Беатриллах. И вот тут у меня было фантастическое, конечно, состояние, когда... Ну, в общем, понимаешь, да? Почувствовался, правда? Ну да. Андрей вернулся в Марокко как фотограф. По киностудии «Атлас» ведут еще одну группу туристов. Здесь пока временное затишье. Говорят, скоро известные голливудские режиссеры снова приедут в Сахару. Но что будут снимать на этот раз — корпоративная тайна. Владислав Сорокин, Георгий Угаров, Игорь Смирнов. НТВ. Марокко. Продолжение следует. Продолжение следует...